К главе города жители поселка Аэропорт-2 обращаются не впервые. Одно пожелание – перенести остановку общественного транспорта в место более удобное людям – уже выполнили. Теперь жители просят Елену Лапушкину помочь в вопросах благоустройства. Хотели начать с небольшой благодарности. Долго жители нашими краями просили перенести остановку общественного транспорта поближе к жилым домам. Нам ее перенесли. Но остались, конечно, вопросы по содержанию дорожного покрытия. То есть само дорожное покрытие требует ремонта. По информации Департамента градостроительства, сейчас эта территория находится в федеральной собственности. До конца этого года пройдет процедура межевания земельного участка. И его оформят в собственность муниципалитета. Мы проводим работу, подготовку к проекту межевания. После ее утверждения, мы будем делать межевый план и обратиться в рост имущества, в передаче часть от большого предприятия участка муниципальной. Когда земля станет муниципальной, городские власти смогут провести благоустройство этой территории. А также поставить дорогу на учет, что позволит ее отремонтировать. Жители также просят установить еще один остановочный павильон и снести заброшенные постройки, чтобы сделать спортивную площадку для подростков и обустроить сквер, там, где когда-то был яблоневый сад. Глава города напомнила, что общественные территории для участия в программе формирования комфортной городской среды теперь выбирают с помощью рейтингового голосования. Поэтому сейчас жителям нужно составить проект, заявить его на следующее голосование и проявить активность во время самого голосования. Мы ожидаем прирост людей. Каждый год показывает, что людям это будет интересно, узнают больше про программы. Поэтому мы должны перелить территорию. У нас, как правило, 3-4 территории попадают на благоустройство. Поэтому каждый человек должен проголосовать. Причем за ту или иную территорию может проголосовать не только житель вашего поселка. Это могут быть ваши друзья из города, ваши друзья из других районов. На прием главе города обратилась и житель 349-го дома по проспекту Кирова Лариса Алексеева. Ее беспокоит стоянка на газоне под окнами квартиры. Она просит оградить территорию. Вот эти ближайшие машины, не наши машины, не нашего подъезда, не нашего дома. Ну вы же сами прекрасно понимаете, едет машина, ее в карман на кухню не поставишь. Вот они заезжают, они, я сейчас вам по телефону тоже раздолбили этот весь бордюр. Глава города Елена Лапушкина поручила сотрудникам районной администрации выехать на место и обсудить вместе с жителями альтернативные варианты для парковки автомобилей. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Спасибо.